Приморье восстанавливает инфраструктуру после тайфуна Данос. Режим ЧС муниципального уровня введен в Лазовском районе Приморья в связи с подтоплениями. Здесь начали работу оценочные комиссии. Наибольшее количество осадков выпало в поселке Преображение Лазовского района 125 миллиметров. В селе Барабаш Хасанского района 113 миллиметров. Как стало известно, к вечеру понедельника было восстановлено движение автотранспорта в поселок Преображение Лазовского района. Сотрудники Примавтодора отсыпали и укрепили подъезды к временному мосту через реку Соколовка. Ранее здесь было вскрыто дорожное полотном для пропуска воды в ходе тайфуна. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщают, что в настоящее время на северо-востоке края наблюдается спад воды в реках. Техника Примавтодора работает на подсыпке двух участков дороги Лазозаповедная, 50-й и 62-й километры, где было затруднено движение. Об этом шла речь на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. На реках идет незначительный подъем воды без достижения опасных отметок. Имеются отдельные переливы дорог в Лазовском муниципальном районе. Работа департаментом дорожного хозяйства проводится по уменьшению последствий. Сделаны прораны, вода начинает уходить. На территории преображения имеются незначительные подтопления при усадебных участках в районе 35 домов. Также известно, что пока еще остается перекрыто движение в поселок Чистоводное, где на 23-м километре размыло подходы к мосту. Высокий уровень воды наблюдается на участках дорог в селах Валентин и Черноручье. Самая сложная обстановка у нас это на дороге Киевка-Преображение, непосредственно в поселке Преображение, где мост через реку Соколовка. Там укрепляли откосы моста. Пока была возможность, где-то с 7 утра там работали. Потом, когда увидели, что действительно проем моста не справляется с водой, было принято решение перекопать подход к мосту. В Ольгинском районе в настоящий момент нет проезда в поселок Моряк-Рыболов. В Хасанском районе сохраняются переливы, дороги в поселок Приморский. Также отсутствует проезд в села Барабаш и Овчинниково. На месте дежурит техника. Работы начнутся по мере спада воды. По данным синоптиков, незначительные осадки продолжатся в Дальнегорском городском округе и Тернейском районе. Дожди меньшей интенсивности продолжатся на севере края до 25 июля. По словам начальника Примгинромета Бориса Кубая, погода будет неустойчивой в течение недели. По краю ожидаются дожди с осадками от 15 до 50 мм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова